Ой, что же делать с этой дурацкой косметикой? Фу, воняет! Здравствуйте, Виктория Сергеевна. Здравствуйте. Как ваш новый бизнес? Да никак! Ни один идиот не хочет покупать эту мою косметику. Слушай, а тебе случайно не надо ничего? Ну я же не идиот. Чего? В смысле? А, в смысле, не хочешь быть как Брэд Питт? Зачем мне быть похожим на 50-летнего человека? Ну, у тебя же женщин нет, а так будут, потому что будешь похож на мачо. Возьми мазь для лица. Нет, спасибо. Ну возьми. Спасибо. Ну купи. Ну купи. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне нужно что-то от болезни. А, от больной болезни, болезненной. Ага, я поняла. Вам помогут вот эти вот лекарства. Стойте, она... Согласна, согласна. Еще нужно добавить таблеточки. Они же тоже... Действительно, вы правы. Мазь. Мазь отличное средство для того, чтобы, так сказать, убрать вашу болезненную болезнь. Что вы делаете? Я говорю, что мажьте на шее и в носу, и тогда все будет хорошо. Дайте пакетик. А? У вас 900 гривен. Хорошо, спасибо вам. А не за что, мы же для людей. Вот. Работаем. До свидания. Сразу видно, что вы профессионал. Виктория Сергеевна. Что? Зачем вы продали клиенту просроченные лекарства? Не учи меня работать. На, вот возьми лучше пробничек. Спасибо. Бесплатно. Мачо будешь. Бесплатно? Да. Немножко воняет. Виктория Сергеевна, а этот ваш пробничек не отмывается? Так а шо? Она через две недели сама отпадет. Наверное. Тетенька! Что вы со мной сделали? Посмотрите, я теперь похожа на чудовище. Ну, не на чудовище, а на девушку с изюминкой. А во-вторых, это действие побочных эффектов от лекарств. Ну, а в-третьих, оно само отпадет недельки через две. Наверное. А что мне, по-вашему, делать эти две недели? Вот так вот ходить? Конечно, нет. Вы что-нибудь слышали про новую косметику? Запах ямы. Нет. Позвольте вам предложить решение вашей проблемы. А она точно поможет? Конечно. Вот посмотрите на моего коллегу. Еще вчера это был 85-летний дедушка. А сегодня молодой, красивый, симпатичный парень с лицом известного актера. Да. Ой, хорошо, тогда давайте все. Берите 3000 гривен. Отлично. Так, вот вас. Пожалуйста, так сказать, машетесь на здоровье. Спасибо, до свидания. Смело. Чес! За... А оно точно отпадет? Ну, что-то у тебя точно отпадет. Наверное. Яночка, а вам сподобалось відпочивати в Східниці? Очень понравилось. Тобто, дуже сподобалось. А вы бы не хотели поїхати якось разом? Ви взагалі цим займались в горах? А вы же потруще. Ну, що таки кажуть? Здоров, короче. Че, кто із вас доктор? Ну, я лікарь, а що у вас? Че-то горло болит, короче. Поможете? Только быстрей, короче. Че я він так манерно розмовляю? Він че, голубчик? Не знаю, зараз запытаюсь. А скажіть, пожалуйста, а почему вы так разговариваете? Че? Как так? Ну, че? Ну, вот так. Че вы так говорите, как я? Так это ж типа наш знаменитый московский акцент. А че, короче, не знали? Блин, нафиг я это морозиво ел. А, ну, цей заразуміла. Тут московский акцент. Да, цей уже заразумів. Так че у меня лечить тут? А будетесь, короче, или нет? Яночка, наркоз. А я що? Ну, як? Його ж треба лікувати. А быстрей можно как-то? Че, у вас все таки тормознутые больницы на Україні? Ай, че, нельзя поаккуратно? В Украине. Ну, на операцию. Пациент. Ну, как вы себя чувствуете? Ничего не болит? Ничего не болит. Что? Чому я так разговариваю? Как так? Вы прекрасно разговариваете. Ну, что наколили? Чому я разговариваю украинскую? Потому что один очень талановитый хирург всегда мечтал сделать операцию по пересадке языка. Какой еще хирург? Великий и неповторимый Олег Петрович. Кто? Я вас витаю. Вперше в свете вам пересадили язык щирого украинца. Але чому я? Ну, потому что. Сам поймешь или тебе подсказать? Да что вы наколили? Как я до Москвы повернусь? Ну, чому вы хвилюетесь? Что-то придумаете. Так. Вы, вы, не мало бабоклопоту. Пу, ты хай ему греть. Что прикольно? Хай ему греть. Поляница. Ааааа, за рече я виновил все слова. Поляница. Поляниця. Галушка. Гарбуз. Пацикина арбаті офигейки. олег петрович это все так это хорошо сейчас еще цены повысим вообще заживем домик себе куплю на островах да домика ну конечно хорошо только если вы цены повысите у нас же продажи упадут так ты на каркай возьми эти зарплаты лишу ничего не упадет давай на все противоверусные гриппозные мимозные там повышай в два раза в два раза вора давай маркер в руки дорисовывай циферки и на у тебя премию согласен погорячился на у тебя держи и работе спасибо работай работай до свидания жло сейчас я нарисую спасибо это ваше а скажите зачем вам столько лекарств на всю жизнь что ли очень смешно женщина вы что телевизор не смотрите сам мэр сказал что грипп страшно идет в нашу страну то есть мэр сказал по телевизору и вы ему сразу поверили и побежали в ближайшую аптеку да нет не ближайшую я побежал в ту самую аптеку адрес который сказал мэр он знает где в каких аптеках что продается против гриппа нужное а я нашему мэру доверяю я за него голосовал только с нашим мэром мы все это будущее без болезни пойдем из гриппов вот с этими лекарствами до свидания до свидания в следующем году буду за него голосовать хороший человек молодец знает где алё олег петрович а вы не могли бы по телевизору сказать что началась какая-то эпидемия или массовое отравление потому что грибу только противогриппозная да спасибо очки и еще напугайте их ценами на детские товары и на садике а потому что у нас срок годности презервативов заканчивается ага чтоб разгребли да благодарочка да до свидания доктор доктор он приходит в себя как прошла операция операция прошла замечательно настолько замечательно что настало для меня бесплатно но мы почистили ваши почки и извлекли камень и песок а как это организме образовывается камни и песок по-разному но в основном потребление бобовых мяса алкоголя и сколько у меня там этих камней и песков ну на самом деле было очень много особенно как на ваш небольшой организм ух ты это так это получается не нужно сбавлять обороты к осени я уже дострою дачу я говорю не забудьте камушки и песочек положить ко мне в сумочку ну а вы милочка закажите сегодня мне в на ужин стейк с бабами и 500 грамм водки идите идите молодой человек вы говорили что мне скором будущем а возможно придется вырезать аппендицит возможно но скажите пожалуйста его можно кому-нибудь продать если дату когда у меня вырастет новый я готов вообще стать донором аппендицита знаете что очень жалко что человеку невозможно удалить хитрость новая энергетическая революция китай начал добывать горючий мед доброе утро трансформеры здрасте чё это мы трансформеры ну если вас соединить то нормальный человек получится очень смешно жалобы есть у кого-то да слушайте у меня очень ноги чешутся у меня руки так жалоб не значит я пошла других осматривать подождите куда пошли можете ближе мне кресло-каталку пододвинуть я в туалет очень хочу а сходить не могу аренда кресло-каталки 30 долларов в час сколько да дешевле такси вызвать хорошо вызывайте таксиста пусть он вас на руках отнесет справит и вернет обратно ладно дайте хотя бы костыли аренда костылей 5 долларов за одну штуку берете 2 скидочка ну утку можете хотя бы дать конечно аренда утки 10 долларов вынести утку 20 а если вдвоем в одну утку скидка будет какая скидка все равно дорого тогда терпите вам же тут недолго осталось недельки две полежать подождите а сколько стоит аренда ваших рук смысле ну понимаете в туалет я могу сходить ногами а вот управляться без рук тяжело так знаете что сами друг другу помогайте извращенцы вообще-то это ваша работа да слушайте она права смысле мы могли бы помочь друг другу у меня есть ноги для руки давай как-то объединяться не мужик ты чё не ну тогда терпи две недели ай блин как же в туалет хочется то чуть-чуть оставить ой чуть-чуть раз два три еле успел только руки забыл помыть вот что называется настоящая мужская поддержка только ты это мужик никому не говори само собой да если че надо обращайся покурить покурить же мы забыли так я же это так вот так не вот так а ну да только сначала руки помоем само собой давай давай загружай блюдо и здравствуйте добрый день чем могу помочь вы знаете я не собирался болеть но у вас такими огромными буквы написано скидки акции что я не мог пройти мимо и не спроси да у нас много выгодных акций пожалуйста ознакомьтесь интересно интересно так вот это что такое три упаковки по цене двух это к ну это вы можете купить три о таких упаковки по цене двух а можно я куплю три вот таких упаковки но по цене двух вот этих аскорбинок нет а так нельзя а в таком случае вот это все ваши акции эти разговоры это пустой лепит так вот это что такое а почему это у вас скидка на препараты для красоты 50 процентов а на препараты для сердца всего 20 но сегодня такая акция завтра будет другая а вы знаете что люди с больным сердцем узнав что их любят на 30 процентов меньше чем мало того что здоровых так еще и не совсем красивых людей могут и не дожить до завтра мужчина вы что-то брать будете или нет чего меня торопить я еще не все акции рассмотрел так вот это что такое вот это ну читайте препараты от простудных заболеваний продаются до 17 00 со скидкой 15 процентов а зачем мне эта информация в 19 57 вы хотите меня обмануть так у вас ничего не выйдет одну секундочку алё а ваш привет скажи дорогой сколько у тебя сейчас времени в этой америке 10 утра обзора женька ты можешь мне оказать небольшую услугу просто купить для меня одно лекарство нет не там тут все поймешь я передаю трубочку я не буду ни с кем разговаривать а вашенька я перезвоню а что такое а то же человек сам должен прийти в аптеку и купить нехорошо нехорошо сначала обнадежить больного человека а потом ему говоришь он что-то к кому-то должен все 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 последнее акции я ухожу слава богу так вот это еще такое если если я получается найду лекарство дешевле чем здесь вы мне вернется раз да да возьмем и вернем я сделаю еще один телефонный звоночек доделайте что хотите алло эйзенька здравствуй дорогой скажи ты на машинке не не надо мне рассказывать за цены на бензин ты денежку заработать хочешь ага а слушай слушай меня внимательно фимочка как вы просили я объездил все аптеки города и таки нашел вот этот карвалол на пять копеек дешевле ой мой хороший но но вот ваши пять копеек за 5 копеек мне ничего никто так мозг не выносил до свидания мелочка какое-то свидание у меня же там полная машина этого карвалола как у так акция работает продолжается пожалуйста все сказала что мы заедем в аптеку и купим только все самое необходимое в итоге мы пол аптеки купили сашенька но мы же едем в отпуск но я решила перестраховаться перестраховаться да мы на вот это все можем десять человек в стационаре держать не слушайте его и дайте пожалуйста еще таблеточки от укачивания в самолете от укачивания в самолете яночка самое лучшее средство в duty free продается и пожалуйста еще таблеточки от верблюде на банане и на квадроцикле вот хорошая от всего прекрасно ищи пожалуйста гипс и бинт гипс и бинт тебе зачем саша ну будешь ты ехать на верблюде в пустыне упадешь сломаешь ногу где тебя в пустыне найду гипс во первых откуда в турции верблюды а во вторых откуда там пустыня саша все может быть давайте это уже какая-то контрабанда получается и успокоительное зачем тебе успокоительное мы едем all inclusive все успокоительное там в баре сашенька она тебе понадобится просто в турции сейчас сезон скидок на шубы что-то еще нет все все сколько 850 850 все ну слава богу давай присаживайся на дорожку вспоминаем что там мы все документы я все взяла документы деньги билеты все в желтой сумочке хотя не смущает что сумочка не желтая не очень смущает кажется нам надо срочно лучше ты таблетки для зрения купила или для памяти хорошей поездки вам счастлива куда же вы без очереди без бахил и без денег помогите поможем рад был помочь до свидания доктор мне нужно срочно опираться что случилось аппендицит хуже вот принцесса вы видите татуировку пожалуйста простите а я вот не понял это вы сидели или служили короче вчера в клубе гуляли отметили это дело там просыпаюсь утром ничего не помню глядь на пузо тут вот это так а кто принцесса то да хрен его знает по принцесса если вдруг не дай бог жена моя увидит это она мне полцарства оторвет так а вы супруги скажите что мол принцесса это в ее честь вы что вы ее не видели она больше на королеву орков похоже или гоблинов ну короче не знаю кто у них там на борщиковке пожалуйста вы видите любые деньги плачу любые деньги да хорошо поможем сейчас сестричка подойдет и сделаем хорошо здравствуйте опоздала я вчера у подружки гуляла на девичнике а вы кстати вовремя у нас при интереснейший случай голубчик продемонстрируйте пожалуйста вот что что так это ты монарх недоделанный чего вот так это ты принцесса это что получается вы ее вчера в клубе так сказать коронавале не смешно я из-за него свое тело изуродовала чего изуродовала украсила так тихо 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 ну не ссорьтесь не позорьте царский рот ладно голубчик давайте идите брейте живот а вы виктория скажите а в паху тоже брить надо это по вашему желанию а вы виктория подготовьте пожалуйста операционное место доктор а можно еще одно операционное место подготовить для кого для киски какой еще киски сейчас сюда какой-то киска придет ничего не понимаю вот ага котик виктория вы бездерживали свою киску хотя бы по выходным не горит лад давайте вас первую здрасте а мне нужны таблетки для ума для ума может для лучшей работы мозга для ума я вообще не работаю а работают только драки знаете что я вам девушка посоветую взять таблеточки для улучшения работоспособности головного мозга улучшает кровообращение расширяет сосуды в кору головного мозга поступает больше крови и это увеличивает продуктивность работы головного девушка вы меня слышите а с кем вы только что разговаривали с вами мне нужны таблетки для ума я сегодня просто прихожу к пусть и говорю пусть а а давай купим еще одну квартирку моей собачки бусинки а он такой говорит иди в аптеку купи себя таблетки для ума вот я пришла даже не хотите чтобы моя собачка бусинка осталась без квартир таблетки для ума евгений михалыч тут девушка интересуется есть ли у нас таблеточки для ума что таблетки для ума таблетки для ума есть у нас такие таблеточки так давайте их но они очень дорогие понимаете сразу разбирают ученые мало вы знаете деньги не проблема да да таком случае вот аскорбинка да это таблетка для ума до 200 долларов у меня долларов нет есть только евро а сколько это в евро будет на 400 я сейчас в аптеке я купила таблетки для ума до всего 200 долларов правда у меня долларов не было и пришлось заплатить евро и получилось 400 хорошо зайка будь я сказал что еще нужно вазелин банку подарить вам доктор доктор что у него слабый пульс мы его теряем так спокойно дефибриллятор ой мы его спасли вы своем уме что вы делаете кто спросил это еще что за самодеятельность что вы делаете вам что делать больше нечего а вы что так хотите умереть а что думаете я просто так ради любопытства ванну принимал и фен в нее бросил ну мы не можем вам позволить умереть мы давали клятву гиппократа между прочим выдавали клятву шоколадкам и коньяку ладно если вы не хотите марать совесть я понимаю давайте я типа заболею вы меня типа начнете лечить я вам ни копеечки не заплачу и так сказать естественным образом крякну почему вы так хотите умереть ой а я смотрю если вы такие глупенькие вопросики задаете вам еще не приходила квитанция на отопление да а мне пришла а а вы знаете что самоубийцы попадают в ад вот и отлично там и согреюсь у меня в доме ужасный холод ладно извините у меня нет времени ну что вы от меня хотите хороший мой мы мы конечно готовы вам помочь но понимаете ну как бы вам сказать медицина у нас бесплатная а вот наши высококвалифицированные услуги не совсем если я правильно понял вы требуете от меня взятку чтобы ничего не делать но хотелось бы хотелось бы хорошо вот пожалуйста всего доброго что еще понимаете нас двое пятисоточка как бы одна совесть есть у вас нет у меня больше денег нету нету ну в таком случае не будем мешать выздоравливайте все хорошо выздоравливайте скальпель скальпель убери а На троих